ребят всем привет вот и настало время нашего долгожданного похода всем привет прибыли в начальную точку супруга нас привезла вот она все выезжает уже разворачивается село перевальная улица партизанская вот начало туристического маршрута вот на столбе все наше такси выезжает я хочу плакать такси было тепло наша задача сегодня отправиться а вот настал тот долгожданный день которым теперь бабам на секундочку замрите сейчас вы будете смеяться человек пошел сегодня в кроссовках сегодня утром а вчера он мне писал в перевально будет минус шесть днем плюс один да я знал что будет холодно у меня теплые носки были мы уж купили чтобы понимали носки купили в симферополе по пути перевально так вот это все по плану ехал в низкопрофильных летних носках дошли до поселка чайковского и пойдем по партизанским тропам симферопольского района до белогорского района сначала маршрута вот от этого шлагбаум все мы попадаем в лес в горах лежит снег погодка нас просто удивила контраст такое было жарко и тут на тебя зима никак не могла удивить снегом а тут весна удивила лес разговаривает друзья прям скрип такой стоит посмотрите как держит да и и и и и и и и и а вот если сейчас мы да не зима сейчас на самом деле весна а снежок прям лежит горах сверху наш туман от холода ходим до святого источника собственно в той стороне уже буквы кордон туристическую стоянку малиново что-то мы даже не встретили хотя не знаю почему хотя у нас флажочек отметочка думаешь разрушен в вашем понимании туристическая стоянка это ну хотя бы как туристическая стоянка буковый кордон хотя бы так там дом лесника вот но ну такая вот значит стоянка будем знать что она там была внизу дальше обещаю я уже не пойду я буду пить с крышки хорошо я буду пить с кружки берет кашу вот такой пакетик ваня вот такой пакетик смотри ну только он больше в два раза и он говорит по граммам сколько он берет распад вот у него чистая овсянка такой же пакетик там семечки орех что-то еще это чисто два пакетика завалишь в кашу потом это высыпаешь смешиваешь это завтрак значит потом у него идет перекус перекус там у него сушеные бананы киви снекер свежит либо халла да потом у него обед обед он делает сразу с утра потом позавтракал говорит я сразу засыпаю там у него гречка сушеная сушеная фасоль спаржа что-то еще такое знаешь все у него получается на ужин у него чисто это тоже самодельно допустим сушеная там как вот не горох если есть чечевица то есть чечевица и горох что это тоже вот так вот так вот ингредиенты всякие сушеные и сушеные и сушеные вот это у него все уберет все что на один день в один пакет скотчем заматывает все что на один день а я где-то это видел именно этого блогера смотрел у него именно все вот как эти наркотики перевозят держу свой путь на буковый кордон он здесь недалеко отошли буквально метра 500 от родника вот попили чаёчек классно настроение отлично а поменял носки что-то я даже не рассчитывал что сегодня от снег пойдет как бы в перевале написано снега нет в горах лежит и все же особую не рассчитал ноги мокроватые но ничего делал пакет коля я же говорила каждой семье если человек который трозу ты уж говорил наверно вашей семье тоже есть такой человек которого зовут я же говорил так вот одел пакеты на ноги вернее носки потом пакеты и сейчас еду прям тепленько еще нет смысла было одевать ботинки кум замечтался ну вот я все равно тебе говорю ботинки да очень красиво свежий воздух живописно тесная чаек расслабил коньячок расслабила коля решил 50 грамм коньячка выпить живительный я отказался до паски вот такая красота это вот весна, крымская весна крымская весна злой у нас жарко а весной вот такая вот красотень очень красиво а мы практически уже подошли к другому кордону собственно вышли вот оттуда пойдем почитаем да вот такая хвойная пушка привал привал какой-то пришли уже в буковый кордон в навигаторе мне написано как туристическая стоянка буковая собственно вот здесь можно набирать водичку когда-то мы здесь были можете посмотреть по старым видео это мы здесь были дом лесника с открытыми окнами сюда возможно лазили в этот дом залазили ванда ребят в этот дом лесника собственно ничего не изменилось никого здесь нет никто здесь не живет хотя я думал почему-то что это все уже опять привели не бесхозный вид ну вот вам вот он домик сейчас здесь гуляет сквозняк ну возможно здесь останавливаются на ночлег любители заброшек там вот видите печка стоит полочка сковородка также осталась беседка уже в таком полуразваленном состоянии написано Эдик вернись двери открыты валяются бутылки мусор калоши что здесь только нет вот такое все друзья мрачный вид заходите сюда не буду посмотрите как туман из окна выходит а вот Коля ходит рассматривает местность ну собственно вот такой сейчас в таком виде буковый кордон будем будем отправляться сейчас уже к партизанским местам в общем пошли ну печально конечно очень грустно что вот так вот здесь все это осталось вот такое табличка валяется 157 партизанская стоянка вот единственное куда она туда была направлена или туда ну как это можно в общем вот 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 такой вот брод но он примерз да конец марта а у нас вот кайфушечки для оффроудов для ненормальных так ну короче надо пролезть через это дерево главное не застрять я сейчас в камеру поверну представляли как это все происходит сейчас там карематик оставлю о пролез да они такой ей толстых а здесь ветруган друзья едет ты могуч хорошо вообще вот сейчас на самом деле не жарко не жарко да у тебя постоянная температура не потеешь ну вообще влага сейчас одно удовольствие у тебя даже на ресницы как на ветках ну серьезно слушай смотри кумец вон видишь тропа пошла я видел на дереве метка а ну метка да ребят дошли до памятника давайте сейчас почитаем вечная слава героям партизанам 17-го отряда северного соединения 1941-1944 года а что ты снимаешь дальше же идем я хочу немножко передохнуть отдыхаем слушай у тебя спина мокрая спина мокрая потому что я еду снег падает туда я там между деревьев перелазил там я такой сугроб сзади слышу ба 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 посмотрите какой старый бук этот бук сто процентов видел великую отечественную войну видел этих партизан которые здесь были да очень старый очень большой нет ничего как ты думаешь сколько этому буку лет не знаю видел дупло какое да давайте подойдем еду давай в дупло залезем сейчас такая рука им на камеру хватает вот там еще крымская сосна сосна кстати вот это крымская корабельная сосна кстати да не могли просто мимо пройти этой крымской сосны опушку леса здесь так красиво очень красиво сейчас мы внутри находимся вот смотрите снизу снег вот лежит на соснах и очень красиво такая знаете зима что ли весенняя зима я сейчас буду с леса это выходить а вы смотрите какая красота видите разве это можно мимо пройти да нет невозможно просто невозможно класс интересно да как в сказке да было сломано дерево и казалось бы да все дерево закончил свое ну все уже дерево дожило до своих дней но нет из него вырос побег и начал свое продолжение ну вот такое вот получилось вроде бы как дуб а бук вроде бы как бук был старый все уже как бы ну вот продолжение рода очень интересное такое чудо природы дедов куринь малореченская казачья община дедов куринь стоянка 18 партизанского отряда разные снаряды дедов куринь все что находит металл сюда приносят кидают да смотри половник а половник еще тех годов с фиолетовой краской покрашен вот вот лагерь разбивать ступеньки вниз идут и родник течет много кстати людей кто приходит сюда снимают это вот место когда он сделал не знаю надо помониторить я что-то даже не так не посмотрел даже не придал значения поднялись повыше здесь так все облагорожено стоит туалет раздевалки снова на них где-то играет музыка кто-то отдыхает сейчас мы спустимся пониже поищем себе место где был уже разбивать лагерь на ночевку люди отдыхают здрасте что друзья вот мы разбили наш лагерь разожгли костерчик посмотрите какие вкусняшки мы приготовили греча с фасолью все это вот петрушечкой присыпано чтобы понимали разбили лагерь это там с той стороны открыли двери зашли и выступали все за своих рюкзаков там я вам сейчас покажу о чем говорит коля смотрите друзья вот это землянка собственно сегодня мы будем в ней ночевать сколько время сейчас на часах уже темнеет думаем внутри поставить палатку вот без 10 6 6 часов уже очень хороший маршрут ребята этот маршрут советую всем перевального до вот этой стоянки партизанская посмотрите памятники собственно завтра мы будем идти планируем обойти все памятники которые вам показывал на стенде вот единственный минус но это мой косяк взял одел кроссовки ну да они как бы зимние но не рассчитал тоже я не знал что будет снег я не знал я посмотрел перевалим как бы снега нет обещали где там снег да кто знал весна уже уже на секундочку можно да продолжим так на чем остановился переварят снег ростовки снег ребят кто знал что будет снег мы его ждали когда зимой всю зиму снег был практически нет мы за снегом ехали на на и петре собственно на вершину горы чтобы увидеть снег единственный где он был ну еще может на ангарском перевале так вот но это и на конкретный снег как бы не считаю такого снежочек как сейчас на год он выпал весной хотя была уже температура до где-то до 25 градусов доходила но жара стояла куда ну никто не ожидал что снег ну и вот мы решили пойти в поход на три дня и как раз когда мы решили пойти поход на три дня резко меняется погода идет снег в горах с не снег но вы видели собственно как мы шли но это конечно огонь мы увидели зиму да все круто но обувь блин я не рассчитал с обуви это конечно огромный минус мне то что вот так вот собой спасибо коли он взял запасные кроссовки кумец мне себя выручает прям благодарен куму уже уже второй раз уже ребята а теперь бабам на секундочку замрите сейчас вы будете смеяться человек пошел сегодня в кроссовках сегодня утром а вчера он мне писал в перевально будет минус 6 днем плюс 1 да я знал что у меня теплые носки были нож купили чтобы понимали носки купили в симферополе по пути перевально так вот это все по плану ехал в низкопрофильных летних нас без шапки очень хороший поход очень классный день такой позитивный встретили людей он колю угостили с шашлычком я же жил их не ел потому что я держу пост сейчас соленышкой вот я стояла с людьми слюньками обливался коля покушал шашлык выпил коньячка за меня нет я пил за себя вот собственно классный поход прям день такой классный очень все классно сейчас кушаем и идем уже нашу землянку стелиться и отдыхать а завтра он ждет офигенный день будем покорять страшно подумать партизанские места смотреть будет весело ну или не весело это уже в следующем выпуске друзья на сегодня всем пока пока у Субтитры создавал DimaTorzok